Музыка 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 Привет, ребята, всем доброго дня! Меня зовут Сергей Сергеенко, я из Минска У нас целая делегация собралась Вместе со мной приехал Толий Твердович, Саша Ломов Я не знаю, вы их видели, может быть, где-то встречались, перетекались, имели возможность пообщаться Мы в Минске тоже делаем Ruby, как бы это странно ни было У нас есть наше сообщество, которое называется Минск РБ Есть более крупное сообщество, которое называется Бруб, белорусская Ruby User Group Я не знаю, сколько точно, лет восемь, наверное, вот эти два сообщества присутствуют на Рюмке Местном, черном Рюмке И разлились, все развивалось с первой встречи, которая была Наверное, собралось человек двадцать И там было всего лишь два доклада Первый был про Ruby, второй про Ельси В Ruby рассказывали, как классно можно переменное обозначать через запятую ADC равно 1, 2, 3 Вау, круто Ну и про Ельси, как клево Не надо серфис-сайтить, бац, от себя работают И вьюхи, и контроллеры, и скафолд, и так далее Уже в лет восемь прошло с тех пор Сообщество выросло Наверное, всего в Минском группе сообщества уже сколько? Человек? Лицо? Ну много, короче Навстречу приходит много народу, поэтому не всегда даже все влазят в одну комнату Вместе с Ториком в прошлом году мы решили попробовать делать свой собственный проект И этот собственный проект перерос в такую небольшую компанию Которая стала такой теплой, ламповой, где всего несколько человек Мы пытаемся делать продукты, которые связаны с электроникой Что у нас на груди с ним прямо наклеено И мы делаем роботов И делаем это в университете У нас есть там лаборатория И так получилось, что наше в трубе прошлое Оно оказалось полезным, потому что делать быстрые прототипы Протвучать электронику Не обязательно, вот Миша Бортник рассказывал, как можно там завести Если кто-то слушал его доклад В принципе приезжал с этим докладом О том, что да, можно, но зачем В принципе можно дружить электронику и Рубик Потому что в этом случае ты достаточно быстро прототипируешь свой backend А твоя жильзяка выступает в качестве фронт-эн в какой-то степени Мы пробуем это делать, развиваем несколько продуктов У нас один образовательный продукт Мы делаем робота для детишек И также пытаемся где-то найти свою нишу Для того, чтобы не просто зарасти свитером, бородой И переключиться на разработку на сях Но в то же время оставить прелесть, которая была в Рубе сообщества Я хотел вам рассказать про... вообще про человеческий алфавит Я не знаю, кто-нибудь знает, что такое человеческий алфавит? Сставку или сетку? Да, да, то есть вот человеческий алфавит Это когда фигура собирается из человеческих тел И они группируются в слова Вернее, ну да, в слова Слова группируются в предложения И это все очень весело, это напоминает зумбу Если кто-то видел эти шальные танцы с аниматорами Или если кто-то ездил в Турцию, в Египет Где люди все делают что-то одно и то же Руководствуясь каким-то тайным смыслом И потом отдохнуть Человеческий алфавит Да, это обязательно Я практиковал Например, вот эта буква F Не важно Но Сколько я не пытался рассказать про эту тему Мне никто никогда не дает про нее рассказывать Придумывать приходится разные темы Чтобы зарегистрировали на конференцию И сказать, что вот, ребята, на самом деле есть такое движение как человеческий алфавит Значит, что такое человеческий алфавит? С 1760 года стало популярно набирать развитие выражения своих мыслей не только в танце, но и письменность стала к этому времени достаточно популярно развита Люди научились писать И поэтому изгалялись как могли Сейчас можно писать где угодно Раньше писать где угодно не получалось Поэтому можно было использовать свои тела Для того, чтобы выражать мысли И на приемах, на вечерах Знать Особенно практиковало Составление всяческих разных композиций из тел Человеческого алфавита У нас в Беларуси это тоже очень популярно Это главные буквы Какие? Ю Они принципиально не отвечают Можно эту букву использовать Это поправимо Есть разные редакции человеческого алфавита Есть буквы более травмоопасные Ненее травмоопасные Есть буквы, которые Несколько уровней сложности подготовки нужно пройти Есть буквы задорные Есть буквы, которые для здорового образа жизни Пятничные Четвертные Разные буквы есть Почему для нас, для инженеров это важно Почему важно понимать существование человеческого алфавита? Потому что Так или иначе Если мы отмотаем Четыреста лет назад Когда люди впервые задумывались Вот бы изобрести человеческий алфавит Триста лет назад его уже изобрели А четыреста лет назад еще не было Они даже сидели возле костра И говорили Как мы сейчас говорим Про полеты в космос Было бы здорово Если бы у нас появился такой прорыв И изобрели человеческий алфавит Зачем проблема была То есть Если вы думаете что Вот эта штука прожила там Несколько столетий И не умерла до этого времени И у нее не было никакой глубокой идеи За этим То это ошибочно безусловно Идея человеческого алфавита очень глубока Потому что таким образом люди выражали свои мысли Они пытались При помощи Группировки в разные фигуры Те проблемы, которые у них есть Либо довести до другого человека Либо каким-то образом Решить И для нас это очень актуально Потому что Появляется огромное количество Языков программирования И Вот это все мне напоминает Фреймворков Джессные фреймворки Выходят каждый год И это все очень сильно напоминает Проблемы Связанные с человеческим алфавитом То есть люди пытаются По-разному Выражать свои мысли Чувства Переживания Найти Способ решения своих проблем Гораздо более Просто Изящно Эффективно Производить Но Так или иначе Если вот Всю эту Большую человеческую азбуку Собрать воедино И все-таки Вернуться к теме Как же мы выражаем свои мысли Особенно Когда у нас есть какая-то проблема То Из всего многообразия Языков Разработки И подходов Очень Четко стало Конституризовываться Что же важнее Писать хороший код Или хорошо писать код Да То есть Вы Ну и там Много холиваров По поводу сеньоров Которые становятся Через два года Или По поводу того Что Там Какая-то команда Решает сложную Я не знаю Спирит какую-то платформу Сложную Высоконагруженную А никто Из членов команды Не может написать Банальную скейль запрос Зачем мы ОРМ пользуемся Правильно Ну как бы Нам это не надо Оно и так работает И А потом их еще берет И там например Покупает какая-то другая Большая компания Поплощает Они зарабатывают кучу денег Приезжают на конференции И рассказывают о том Что Не надо вообще писать Скейль запросы Пользуйтесь ОРМкой И все будет классно Вот Купим еще серваки Правильно То есть Есть даже Такое высказывание Что Программа становится Медленнее Быстрее Чем оборудование Становится Более Производительным Да То есть Порог Становится ниже Мы все Ленивые Но Это как бы Подстегивает Зачем нам Думать над оптимизацией Если можно взять И добавить еще Оперативки Да Или если можно взять И в клауде Заказать еще Пару Процессов Ну Разница Например Платить на АВС 35 тысяч В месяц Или 5 тысяч В месяц Вот И отсюда вытекает Что тогда дороже Платить за Вот если у вас есть Программа Которая Несовершенна И платить за работу Программиста Там По 35 По 40 По 50 долларов В час Или оплачивать Производительную мощность На Амазоне Вот И Когда к вам приходит Какой-то проект Вам говорят Вот смотри У меня есть проблема Мне ее надо решить И Вряд ли Когда кто-то приходит И говорит Эту систему Нужно сделать Очень правильно Чтобы она Была С точки зрения Профайлинга Хороша Чтобы она была Поддерживаемая И могла развиваться На течении 15 лет И потом Внукам не было стыдно Что там бабка Написал На заре того Когда он Прошел курсы Комашин лернг И клиенты Вас подстегивают Потому что Слушай, давай сделаем Нормально сейчас Ну то есть На каком-нибудь Приемлемом Кое-как Ну На приемлемом Уровне Все проработало Да-да-да А дальше Потом Обязательно запишем Все костыли Которые вынесли Их поправим И все У нас будет Хорошо У всех То есть Практически Нет проекта Который бы делался По-другому Потому что есть бизнес-проблемы За этим бизнес-проблемами Стоят деньги Ваш заказчик Платит вам деньги Для того чтобы Вы его проблемы порешали А не для того чтобы Вы развивались только инженер Писали крутой код И потом ходили по конференциям И рассказывали какой крутой код Клиенту В этом проекте Сделали И Вот тут два момента важных Которые возникают Я Что-то я как-то Лирически По все это делаю Сколько у меня времени? Сколько минут было? То есть у меня еще десять Да? Двенадцать и пятнадцать Двадцать и пятнадцать Двадцать пять Двадцать пять Ладно Я постараюсь Побыстрее Значит Вот Два Два больших аспекта Это производительность И эффективность То есть производительность Вашего фреймворка И эффективность Вас как разработчика Либо Производительность Компьютера Который И эффективность алгоритм И так далее Я не знаю Вы производительность От эффективности Отмечаете Каким-то образом Вот что такое Производительность В вашем понимании? Сколько Производительность Давай Давай Восемь часов Двенадцать часов Вот это ваша Производительность А эффективность Это как быстро ты решил эту проблему. То есть эффективность это когда вам надо добраться, например, с точки А в точку Б, вы знаете, что эффективно пойти по прямой, а производительно это побежать по этой прямой. Если производительно и неэффективно, то вы будете бежать по всему району, запыхаетесь, в итоге прибежите, и кому от этого легче. Получается, что проблема, почему я об этом сейчас всем говорю, у нас мы интеллектом запускали курсы, назывались «Рубиться для ребят», для того чтобы они за два месяца быстренько вошли в продакшен в Ruby и смогли устроиться на работу. Получилось так, что курсы прошли очень хорошо, из 80% ребят в последний день курсов уже отправились с офферами работать. И у нас есть DevBuy, такая площадка, где пишут про все этичные события. И мы им написали, бросили отчет, написали, как мы все это круто сделали, типа, выложите у себя где-нибудь на сайте, нам будет приятно, и ребята другие увидят. Они говорят, слушайте, а Ruby у меня уже. То есть до этого где-то пошел какой-то, я не знаю, толк, где сказали, что Ruby все, больше не существует. То есть это не перспективный язык, он не производительный. Там есть. BargeDark. 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 Короче, мы даже хотим уже сделать сайт, который называется RubyIsDead, и вот это как биткоин умирал много раз. И вот туда складывать такие ссылки. Ну короче, нашу статью не взять. И глядь на то, что ты в сайт написан на Ruby. Нашу статью не взять. Ребята, Ruby умер, он не производительный, и все. И вот этот вопрос как бы возник. Производительность и эффективность. Вот Ruby проигрывает Java. Например, Java классный язык, а Ruby не классный язык. А почему когда все во всем мире не пишут на Java? Почему существует до сих пор куча проектов и куча проблем, которые ребята, которые пишут на Ruby, решают гораздо эффективнее тех ребят, тех ребят, которые используют более производительный фреймвор. Да потому что это не важно. Ну вернее, это важно, но не всегда. И особенно вот в ваших каждодневных проектах вопросы производительности и эффективности, они встают там вот каждый день. Пускай ваша система не производительная, пускай там в ней очень много лебис и кода, но используя Ruby, используя хороший красивый синтексис и подход, который есть, вы можете быть эффективным. Вы можете реализовывать алгоритмы, которые будут эффективны и работать лучше и качественнее, даже если они не такие производительные. Производительность и эффективность с точки зрения программы. Производительность это сколько занимает время одной итерации, а эффективность это количество итераций. То есть если у вас есть цикл, да, и там какая-нибудь стандартная задача, есть строка, найти вхождение под строки в эту строку, да. То есть вот сколько раз вы будете делать итеративно, там бегать по основной строке, по собственной строке, а эффективно это вот сколько один проход будет занимать у вас времени. И можно прям взять мощный какой-нибудь вычислительный узел и гонять все в лоб, а можно взять и придумать хороший алгоритм, который даст более эффективное решение. Производительность нужна не всегда. И как я уже говорил, там ваш час работает и эфорт, который нужен для того, чтобы реализовать какую-то проблему, иногда стоит гораздо дороже, нежели просто решить это в лоб. В лоб решить проблему и там система сама умрет. Потому что, ну, никому она в общем-то в будущем нужна не будет, вам не придется время свое тратить. Но чаще, когда вы начинаете там думать, хорошо, надо бы мне оптимизировать мою систему. И вы начинаете как бы там все подряд тест, каверидж 80-100%. В большинстве своем ваша программа большую часть времени тратит над ходом, который занимается уже 20%. То есть это висит в циклах и в каких-то неэффективных кусках. Все остальное 80% здоровенных пусков входа оптимизировать не надо. Не нужно над этим заботиться, потому что оно время не ест. Ну потому что равно, как бы, есть и есть. И никакой пользы от того, что вы будете 8% ваших листингов пробегать и думать на каждой строчке, что вот здесь вы могли бы сделать лучше, не будет. Поэтому находить вот эти 20% всегда очень полезно. И вот этот самый, наверное, правильный аспект, когда ты долго там с человеком, например, на коридоре, обсуждаешь, как правильно и эффективно решать проблемы, связанные с производительностью. Потом берешь его проект, который разрабатывался там 3 года. Делать в бандл. И у тебя такое... Короче, куча dependency, куча библиотек. Вот это все подтягивается, и ты спрашиваешь, ну слушай, а зачем, например, ты вот это используешь? Он говорит, да хрен он знает, это подтянулось откуда. Ну то есть, я не знаю. Хорошо. А если будем реализовывать какую-то фичу? А вот есть гемчик, я где-то нашел, давай попробуем его поставим, заиспользуем, наверное, нам наши проблемы порешают. То есть, вы говорите, с одной стороны, про производительность, с другой стороны, пихаете в ваш проект кучу кода, о котором вы не имеете ни малейшего представления. То есть, нашли на гитхабе ссылочку, вот вроде как вашу конкретную проблему решила, а то, что у нее там еще под капотом 500 миллионов чего-то там есть, эй, похрен. Давайте вставим, как бы, вот, погенацию добавила, и слава богу. Новый сервак кукол. А что нам с ним произошло, не важно. И сам, очень хорошо, когда работают разные команды, долго, да, одна команда добавила гем с погенацией, ну, добавила, там, что-то сделала из него кусок, другая команда говорит, а, у нас же там нет погенаций, давайте добавим гем, да, на x другой. Уже другой гем появился, да, добавлять второй гем с погенацией. То есть, ну, это глупо, и это очевидно, но в больших проектах такое бывает. Очень часто вы, то есть, перед тем, как начинать говорить, то, что там нужно действительно быть крутыми инженерами, для того, чтобы приводить вход в порядок, нужно смотреть в гем-файлах, что у вас там есть. Нужно читать про эти гемы, нужно знать, если вы что-то используете, да, кто его разрабатывает, как его поддерживать и так далее. Я не говорю, что гемы для сети это плохо, да. Да, переписывать велосипед свой с нуля, там, делать всё, мы не используем никакой третьей стороны, тоже как бы никуда не приведёт. Но если вы используете вот так вот, по-ковбойски, да, такой ковбойский кодинг. Да, давай, напихай, а мы разберёмся. Про оптимизацию можно не говорить и не нужно об этом говорить. К чёрту, правильно? Ну да, если как бы вы делаете свою работу быстро, у вас есть красивый фреймворк для этого, вы молодцы. Про оптимизацию. Да, да. Второе очень важное. Вот здесь, опять-таки, почему мы все всё-таки, я считаю, что вы тоже считаете, что руби не умеют. Либо вы можете говорить, что руби умеют, но в душе понимаете, что нет, не умеют, ещё немного поживёт. Потому что ваша работа должна приносить вам удовольствие. И если кто-то из вас хоть когда-то заморачивался над японской письменностью, вот как они это делают, да, то есть там у них четыре различных есть способа, да, то есть два вида иероглифов, одни, которые были заимствованы из Китая. Три. Ну три, да. И плюс они, ещё и латиницей всё это дело, для непосвящённых диких иноземцев могут объяснять. Я не помню, как это что. На самом деле роли только на мандавском. Вторая аритметика, хирогана и катакана, это именно словесная аспута. Это нормальные слоги, почти буквы как у нас. И ханджи, точнее иероманджи, которыми они записывают Владимира и свои слова. А ханджи это луки. То есть, много. Иероглифов. Да, различные четыре метода написания одного вида. Четыре способа сделать то же самое. Они же не пересекаются. Но! Сколько иероглифов? Двадцать тысяч. Двадцать девять. Двадцать девять. Иероглифов, по примеру, ханджи, в десятки тысяч. А вот тысяч пока. Ну а... Товарищи гуманитариевы. В общем, и... Это тот подход, по которому вы можете сказать одно и то же, но десятками, сотнями разных способов. И чем круче иероглиф ты используешь, чем, ну, круче в смысле необычный, чем более необычно ты можешь свои мысли сформулировать, тем это считается лучше. То есть, тем более ты тонкий мастер слова. В Ruby приблизительно все то же самое. Способов реализации целая куча, да? И вот, когда вы вдвоем с другом сидите, вы думаете, а, как ты задвинул-то здесь, я понял. И вот тогда ты понимаешь, что он хотел этим сказать, и чувствуешь, что ты действительно сделал что-то хорошее. Написание иероглифов тоже отдельный момент. Карандашом не все иероглифы можно написать. Как ты там правильно поставил точку с закорючкой. То же самое, правильно, да? Есть много фреймворков, есть много библиотек. Одну и ту же проблему нужно решать там тысячами способов. Важно помнить, то, что вы делаете, должно приносить вам эстетическое удовольствие. Пускай оно будет непроизводительным, но другой человек, который придет в этот проект, он не будет говорить, как только он увидит ваш код, давайте перепишем все с нуля. То есть как бы... Переписать все с нуля нет ничего, платок. Но когда человек смотрит на ваш код и говорит, что о, да, здесь поработал мастер. Я вижу, этот господин писал этот код в лунном свете по расцветающей сакурой, в то время как кобыла мочилась на качан капусты. Я не знаю, что это такое за время. И третий важный момент. Вот с точки зрения... Я не знаю, вы про это когда-нибудь читали, но она очень важна. Почему-то никто про нее не думает. Но эстетическое удовлетворение, которое вы получаете от написания кода, оно также должно выражаться и в том, как ваш код выглядит. То есть мы, взрослые, не читаем буквы. Мы, когда читаете текст, вы прогладываете целиком слова, а чаще все конструкции, которые вы видите, вы воспринимаете как картинки. Код воспринимается приблизительно так же. Вы не вчитываетесь в каждую букву написанного там кейса или написанного цикла или итератора. Вы вот увидели его, и в ваших конференциях, в голове он, в глаза, быстренько синтерпретировался в то, что надо. И тогда, почему вот эта штука важна? Вы вообще думали когда-нибудь о чем, почему глаза у человека находятся по горизонтали и по вертикали? Потому что, смотрите, что было бы, если бы у человека глаза находились на лбу и на подбородке? То есть он очень хорошо видел хищников, которые были бы сверху и снизу. Но, поскольку человек в цепи эволюции больше времени доминировал, и птицы для него не составляли особой конкуренции, насекомые и те, кто находится ниже, тоже не составляли большая конкуренция, только рыбу. Я об этом уже рассказывал, сказать, что рыбы могут, но нет. Тогда надо было, чтобы глаза были бы, находились по вертикали. Но поскольку ты, потому что рыбы рады всюду. Почему глаза находятся по горизонтали? Потому что хищники, медведь или волк мог подкрасться где-то из кустов, и нужно боковым зрением, боковое зрение у человека работает очень хорошо. Мы очень много информации впитываем боковым зрением. Человек ее воспринимал и оставался жив. Теперь держим это в голове, смотрим, как развиваются мониторы. То есть мониторы не развиваются по вертикали. Мониторы развиваются по горизонтали. Последние мониторы становятся изогнутыми, то есть вот эти, которые, я не знаю, видели ли последние модели, которые там прям вот у тебя обволакивают. И это так, потому что если провести аналогию с тем, что действительно из таких мониторов лучше впитывать информацию, глаза и боковое зрение вам помогают абсорбировать боковым зрением кучу информации, код нужно располагать идеально, ровно, заполняя весь экран. Тогда боковым зрением вы не сможете улавливать баги. Это хищники, да? То есть вы смотрите на код, он расположен равномерно по вертикали. Вы видите, что здесь есть потенциальная угроза. Поэтому неудобно читать вертикальный код. Но это нужно только для листва, там скобочку. И ланг тоже туда можно подвязать, там тоже немного с этим. Все то же самое, то есть здесь что-то делаем, тут возвращаем ничего, либо же читаем это вот в одну строчку. Какой код, на ваш взгляд, выглядит эстетичнее? Опа, херобик. Да, там выглядит публикация, затем махер. Все хорошо. Но если не учитываться, представьте, вы подойдите вот и посмотрите, конечно же, вот этот код выглядит лучше. Ни у кого вопросов не возникает. Он равномерно заполняет. И представьте, что у вас очень много такого кода. Вы сели в молоко, которое обволакивает вас и не хочется рвать. А он изо всех сторон от этого кода. Конечно, я плачу. Обилие эмоций происходит в этом мире. Собственно говоря, вот еще раз, да, то есть, берем, производительность не важна. Важна эффективность. Важно то, что код должен доставлять эстетическое удовлетворение и равномерно заполнять всю рабочую область вашего экрана. Так это на первое надо писать. Вот сейчас мы переходим к паттерну, про который никто почему-то не знает. Но это очень хороший паттерн. Вот эти три аспекта, они как бы выступают в поддержку этого паттерна. Кто знает IT и паттерна? Иероглифы. Ты сразу их предлагаешь дать. Это не про иероглифы, но близко. Не, я про иероглифы. Кто слышал про anti-if паттерн или anti-if кампейн, который существует? 10 лет ему уже. Его первый раз анонсировали этот паттерн 10 лет назад, в 2007 году. Пару лет назад Мартин Фаулер написал у себя в блоге о том, что да, действительно, anti-if это хороший паттерн, про который тоже стоит знать и который почему-то в свое время забыли и ему не придали должного значения. Какая проблема паттерна if? Это ведвление в вашем коде и выстраивание его в длинные вот такие вот цепочки, которые разворачиваются на много-много листингов, где каждую ветку вашего if придется держать в белое. Я пошел в один if, прошел дальше, там еще один if, там пошел дальше. И вот у тебя, если кто-то читал про эти индийские сказки, про эти индийские сказки, то есть ты начинаешь читать сказку или историю, в этой истории встречается герой, который сидя возле костра начинает рассказывать тебе историю, и ты уже читаешь историю этого героя, про которого ты прочитал несколько страниц назад. В этой истории появляется еще один герой, который рассказывает более короткую историю, и потом у тебя все это вот так вот схлопывается. Все именно так же происходит с цифрами. Я приведу пример, когда, я более чем уверен, что если вы никогда этим не заморачивались, вы откроете сюда код и найдете кучу примеров, где можно было бы этот паттерн применить. Разрабатываете систему, существует в продакшене большое количество legacy кода. Приходит клиент и говорит, слушай, мне надо, чтобы ты внес в метод апдейт один маленький фиксик. К нам приедут, надо что-то показать, надо, чтобы появилась, например, еще одна роль, или надо, чтобы появилось еще что-то, но не трать, пожалуйста, на это много времени, чуть-чуть, сделай этот фикс, чтобы работало, и все, и будет достаточно. И вы такие, как бы, открываете код, и думаете, по-хорошему, конечно, надо было немножко структуру переделать, надо было там отдельный метод, например, сделать, да, продумать, каким образом там данные будут разделяться, но он попросил за два часа денег не заплатит за это, да, ну и, как бы, в общем-то, это и не надо. Напишу if, да, то есть если вот этот вот чувак, например, заходит, значит дай ему extra permission. Все, класс, сделал, закоммитил, работает клиент, говорит, молодец, все, вот всегда знал, что можно на тебя положиться. И, естественно, вы потом рефарктировать это не будете, он за это не платит. Потом в следующий раз возникает такая проблема, и следующий раз возникает такая проблема, и вот if — это прям возможность внести кусок в любую хорошую систему. — Правильно, пользуйтесь кейсами. — Нет. — Кейсы тоже до поры этого времени хорошо, а потом можно открывать анти-кейс кампейн. И я не ходил далеко. Я взял, открыл один из старых проектов, которым все были недовольны, открыл вот метод апдейт. Да, и вот. Нужно проследить, как двигалась логика. Если product ID variants и там еще что-то, тогда вот это сделай, а потом, если product ID просто, сделай вот это. — Я же говорю, на кейс перетусать будет. — И вот эта вот вещь, она начинает становиться у вас просто в какой-то системе... Ну то есть вы даже не думаете о том, что это плохо. И, в общем-то, в этом нет ничего. Ну работает и работает, правильно? Перформанс никакого не даст. Но страдает эстетика. Программа не заполняет равномерный экран. И таким образом вы можете диагностировать этот патт. — Безусловно. — Да сухой метод. — В ифах нет ничего плохого. До тех пор, пока вы не начинаете делать из них вложенную, большую вложенную структуру, которая считается сложной. Вот мы хотели сделать вчера такую небольшую сессию код-ретрита. Если кто-то знает, что такое код-ретрит, это мероприятие, на котором собираются ребята и кодят, но не с целью завершить какую-то таску, а чуть-чуть приблизиться к решению. То есть вы начинаете делать задачу, всегда делается одна и та же. Вы начинаете ее решать, у вас не хватает времени, вы бросаете это все к чертой матери, удаляете код и на следующей итерации повторяете все то же самое снова. Попробовать писать код без лифов — очень увлекательное мероприятие. Я истинно вам рекомендую это попрактиковать, потому что каждый для вас найдет способ, каким образом можно сделать ваш код линейным, не вносить в него явления. Uncle Bob написал по поводу ифов, что ифами пользуются люди, которые не разобрались, что такое полиморфизм. То есть если вы не можете разнести это все на нормальную архитектуру классов, пользуйтесь ифами. В этом тоже есть какой-то смысл. Почему анти-иф-паттерн очень хорош для Ruby? Потому что... А глобально анти-иф-кампейн что подразумевает? Само выражение иф или ифов? Рис и ответвление. Короче, анти-иф-кампейн представляет из себя движение, которое я сказал, ребята, вы забыли про одну важную вещь. То есть пользоваться ифами нужно умеючи. Давайте-ка обратим на это внимание, потому что куча проектов страдает от вот такого примера, как я привел с апдейтом. Появляется куча плохого кода просто потому, что люди не заботятся об этом. Ну и что, что я откликну сюда иф? Рубокоп об этом пишет все. То есть проблем с веплением нет? Проблем с веплением как таковым нет. То есть производительность от этого не страдает. От этого страдает ваша эффективность. Потому что если вы написали код, у которого очень много неоднозначных исходов, вы будете страдать над тем, чтобы хоть как-то в этот код внести какие-то изменения. Не вы, а тот человек, который будет после вас с этим кодом работать. Хотя можно подумать, что анти-иф это вместо ифов паттермачить надо. Да, вместо ифов вообще можно на GoTo перейти. Я не знаю, есть ли фреймворк, который позволял бы на Ruby хорошо реализовывать GoTo. То есть у тебя есть набор каких-то конечных состояний, между которыми ты перебрасываешь процесс выполнения своей программы. И все будет отлично. У нас было 40 ифов, 10 свитчкейсов и так далее. Но я InValTo. Рано или поздно мы перейдем на InValTo. Да, отлично. Так вот, фишка заключается в чем? Если вы задумаетесь над тем, каким образом использовать меньше ифов, либо сделать вложенность ифов хотя бы на одном уровне, то есть есть один condition, и больше это правило, это ваш, я не знаю, вы в команде договорились, например, вложенные ифы мы не используем принципиально. Это даст вам много поводов задуматься, как же это дело решать более элегантно. Через хэши, через структуры данных, через тот же самый полиморфизм структура кода будет изменяться. И она будет эстетична, она будет равномерно заполнять. Она будет сложнее. И вот здесь возникает вопрос про качество тех ребят, которые будут разрабатывать. Конечно, проще лопануть вот так. К черту. То есть вот написали, проблему решали. Но не поддерживается никак. И эффективность от этого будет с каждым разом облучшаться. То есть и люди, которые просто за клавиатуру браться не будут хотеть, когда будут видеть код, который вот такой. К чему я все это дело, собственно говоря, рассказываю. Вот 18 ноября каждый год во всем мире стартует активность, которая называется Global Day of Codity. Программисты со всего мира тратят один день, субботу, для того, чтобы 8 часов потратить на решение проблемы Game of Life. По 45 минут все решают одну и ту же проблему во всем мире. Game of Life. Game of Life за 45 минут решить очень сложно. Ни у кого это решить не получается. Поэтому в конце 45 минутной итерации все удаляют свой код. Звонят друг другу по скайпу. Говорят, эй, мы только что удалили свой код в Австралии. А мы удалили свой код в Баридже, мы удалили свой код еще раз. Классно, белорусы тоже удаляете свой код. Ждитесь. И одна из сессий, которую каждый год делают на Global Day of Codity. Это анти-ик. Поэтому если кто-то заинтересовался, подключитесь в Киеве, еще пока никто не зарегистрировал Global Day of Codity. Почему бы это не было кто-то из вас? Никто еще не зарегистрировался, и еще никто на него сходить не собрался. Поэтому если вдруг эта тема вам нравится, мы будем в Минске делать. Можем друг другу звонить потом тоже по скайпу и говорить, что мы на самом деле тоже код есть. Смотри, как я удаляю свой код. Вот одна из сессий, которая будет, это сессия анти-ик. То есть потратить время, поделать партное программирование, пообщаться с ребятами и обсудить, какие есть красивые и элегантные способы для того, чтобы избегать от трения. Вот такая возможность учиться. Надо использовать Игбалман. Я не знаю, что это такое. Но это когда пьешь до определенного момента. До производительности. 0,13 промильного алкоголя в крови. Это наступает супер кимот программный. Игбалман. Для GlobalDF Code Retreat, я бы сейчас сказал, что это необходимо, конечно. Но мы это не так называем. Биг Балман, я забыл. Вот что мы делаем все время, оказывается. Хорошо. Собственно говоря, на этом я вложился в то, что собирался вам рассказать. Кратко подрезюмирую. Ваша эффективность и ваше чувство прекрасного, которое вы будете в качестве кода выражать в виде своих мыслей, это очень важно. Потому что время идет быстро, и на смертном Андрея вы не ходите сюда. О, чёрт, я вставил, как мне доедет. Всё, спасибо большое, приезжайте в Минск.